Сколько не пробовала рецептов, этот считаю лучшим, посмотрите, одна другой красивее, какие же они аппетитные, давайте посмотрим внутри, очень-очень мягкие, если бы можно было передать аромат, ванили, вот такая красота у нас с вами получилась, много творога, конечно, пробую обязательно. Так, ммм, тесто хорошо пропеклось, хочется еще и еще, готовим именно так, смотрим. В теплое молоко добавляю сухие дрожжи быстродействующие, сахар, 3 столовых ложки, примерно 40-45 грамм, можно даже 50, ничего страшного. Также из отмеренного количества муки беру 1 столовую ложку с горкой, перемешиваю, убираю в сторонку на 15-20 минут. В миску разбиваю яйцо, соль для вкуса добавляю, разогретое сливочное масло можно заменить подсолнечным, перемешиваю. Перемешиваю, какого хорошего качества дрожжи, посмотрите, они прямо вот быстро уже работать начали, даже 15 минут не прошло. Выливаю их в миску большую, перемешиваю. В муку добавляю разрыхлитель, под видео, пожалуйста, рецепт смотрите, перемешиваю и частями просеиваю муку. Перемешиваю, просто соединяю сухую и влажную части. Собрала тесто, оно у нас немного подлипает к рукам, присыпаю стол и вымешиваю. Ни в коем случае тесто на ватрушке не должно быть перенасыщено мукой, поэтому присыпаем небольшое количество, если нужно, то еще понемножку добавляем. Так, ну вот смотрите, тесто у нас очень-очень мягкое, не перенасыщенное мукой и не прилипает к столу. Небольшим количеством смазываю растительным маслом, так, чтобы у нас сверху не образовывалась корочка. И кладу в мисочку для поднятия минут на 50. Тесто очень быстро поднимается, убираю в теплое место и оставлю в духовку под лампочку. В творог разбиваю одно яйцо, добавляю ванильный сахар, так, чтобы аромат чувствовался у соседей. Так, добавлю всего одну столовую ложку с горкой сахара. Почему добавляю так мало? Потому что мы будем еще добавлять с вами в начинку изюм. Предварительно я его хорошо промыла, и сейчас вот он здесь подсушивается, избавляется от лишней жидкости. Измельчаю блендером. В творожную массу высыпаю изюм. И перемешиваю. Друзья, если получается слишком густая масса, можно добавить одну ложку сметаны. Если наоборот слишком жидкая, то можно добавить одну ложку муки. Перемешала. Отставляю в сторонку. Смазываю руки растительным маслом, выкладываю тесто. Мягкая, воздушная, прекрасная тесточка у нас с вами получилась. Немножко обомну. Делю его на равные части. Формирую из них такие колобки-шарики. Примерно одного размера. Выкладываю колобки на противень. Так, между ними прям хорошее расстояние оставляю. Сантиметры 4-5. Оставляю на расстойку минут на 20. Накрываю полотенцем. Беру стакан. В объеме он у нас 5 сантиметров. И вот так вот формирую выемку для начинки. Немножко подправляю пальчиком. Выкладываю начинку. Кладу много по-домашнему. Смазываю тесто. Оставшимся яйцом прохожусь по творогу. А понравилось видео, не забудь отметить лайком. Подписаться на наш канал. У нас столько выпечки. Друзья, если хотите помочь нашему каналу, обязательно поделитесь видео в соцсетях. Отправляю уже в разогретую духовку до 175 градусов на 15-20 минут.